Субтитры сделал DimaTorzok Из чего? Выдавленные, рафинированные, дезодорированные, здесь добытые с помощью химикатов, из жмыха. Я лично сомневаюсь, что здесь осталось что-либо полезное для организма. При том, что тысячелетиями человечество развивалось и готовило пищу именно на животных жирах, на сале. Растительные жиры впервые появились всего лишь в конце 19 века. А в нашей стране получили распространение, но уже после войны, в 50-х, 60-х годах. Когда стало ясно, что колхозы не в состоянии обеспечить животной продукцией населения. И поэтому всячески стали проталкивать мысль, какое сало мясо вредное и какое полезное растительное масло. Мы всего лишь жертвы пропаганды. Не говоря о том, что зажарка на сале, она имеет вкус. Вот это масло, оно не имеет вкуса, оно нейтральное. Оно просто выполняет функцию смазки. А зажарка на сале, она придает блюду вкус. Она вкусообразующий компонент. К тому же сало, оно не дороже растительного масла. Но требует всего лишь немножко больше труда при изготовлении. То есть его надо измельчить перед приготовлением. Сейчас я расскажу, как сделать это правильно, чтобы вкус сала проявился в полной мере. Чтобы блюдо, приготовленное вами, было вкусным, здоровым, питательным. Здесь вот я уже нарезал сало, подготовил к зажарке и подготовил лучок. Сало нарезается кубиками полсантиметра на полсантиметра. Ну и того, берем сало, высыпаем в сковородочку. Ну вот, пока наше сало начало поджариваться, я объясню ход сюжета. Я остановлюсь на каждом этапе приготовления зажарки. И покажу, именно до какой степени надо поджарить сало и лук, для того, чтобы зажарка получилась самой вкусной. Вот сейчас мы видим первый этап. Сало стало как бы стеклянным. Наверное, не видно будет. Сейчас я покажу отдельно каждую солилку. Оно сырое, но стало как бы стеклянным, таким мокрым на вид. Оно еще сырое. Это только начальный период жарки. А сейчас мы видим вот то сало, которое уже может считаться готовым. И которое вот должно было бы находиться там в супе, или в борще, или во вторых блюдах. Вот таким оно должно быть. То есть оно уже потеряло вот эту стеклянность. Оно уменьшилось. Каждый кубик уменьшился, ну, скажем так, в два раза. С него вытопился практически весь жир. Вот этот каждый кусочек, он уже перестал быть таким приторно-жирным. Сало, это ведь не только жировая часть. Там есть и белковая составляющая. Ну, вот соединительная ткань животного. Вот эта соединительная ткань, она еще не пережарилась в шкварке. То есть она не потеряла своей питательной ценности. То есть появился вкус жареного. Вышел почти весь жир. Но вместе с тем само сало не пережаренное. Сейчас вы видите вот крупным планом, каким должно быть сало в блюде. Ребята, а сейчас я вот покажу, до какой степени нужно зажарить лук в зажарку. Чтобы лук также отдал весь свой букет, аромат, вкус в блюдо. Вот, возможно, мои рекомендации покажутся странными или неграмотными для профессиональных поваров. Но дело в том, что приготовленное по поварским рецептам, это далеко не всегда вкусно. Вспомните о общепитах. А я рассказываю, как по-народному сделать так, чтобы было полезно и вкусно. И также здесь схожая ситуация. Вот поначалу, поначалу лук приобретает вот такой вот стеклянный вид, полупрозрачный. И некоторые говорят, вот теперь лук готов. Нет, друзья, лук далеко еще не готов. При жарке лука до готовности важно поймать тот момент, когда края каждого кусочка лука станут как бы немножко подрумяниваться. И в то же время надо следить, чтобы он не стал полностью коричневым. Потому что исчезнут все питательные вещества. Не просто, ну как бы перегорят. Я намерен выпустить много роликов, посвященных приготовлению блюд на супермангале. В том числе первых и вторых блюд. И я предпочитаю, чтобы зажарка к ним была на сале. Вот поэтому я сделаю отдельный ролик, чтобы имелось в виду, что в тех блюдах будет использована точно такая же зажарка, как вот сейчас в этом случае я приготовлю. Что же поделаешь, если выросло целое одно или два поколений, которым кемяшили, что зажарка на сале это плохо. И они просто не представляют, как сделать правильно. А если сделать неправильно, то это будет и невкусно. И у многих людей создалось вот такое превзятое отношение к этому тысячелетнему полезному, вкусному способу приготовления пищи. И вот сейчас, обратите внимание, мы видим, что в отдельных местах лук начинает подрумяниваться. Представление зажарки очень ответственное дело. Бывает ситуация, что лук пережарился, он стал коричневым таким или вообще почернел. Такую зажарку предпочтительнее выбросить, потому что пережаренный лук или подгоревший, он испортит вкус блюда. Вот здесь вы видите идеальную зажарку. Искусство повара в том как раз и состоит, чтобы и сало не было пережаренным, и лук стал прожаренным полностью до нужной кондиции. Вот поймать вот это соотношение, ну, ничего страшного и сложного в этом нет. При определенном опыте, это чувство, когда что бросать, появится само собой. Иногда спрашивают, а что делать со шкуркой от сала? Отвечаю, шкурка это очень вкусный и полезный белковый продукт. Если вы готовите жидкие блюда, нарезайте сало на зажарку вместе со шкуркой. Даже если на сковородке шкурка засохнет, то потом в жидком блюде она размякнет и придаст особый, неповторимый вкус всему блюду. Вот такое вот сало, ну, это уже считается пережаренным. То есть из него уже вытопился весь жир и остались, собственно говоря, шкварки. Оно не стало несъедобным, и выбрасывать его ни в коем случае не надо. В отличие от пережаренного лука, такое сало в такой степени зажарки вполне пригодно в пищу, вполне оно вкусно, оно придает, ну, как бы уже свой особый аромат. Но лучше до такой степени не допускать.